Салам, родные мои, добро пожаловать на канал и добро пожаловать на новый видеоролик. У меня прям сразу же огромная к вам просьба постараться распространить этот видеоролик, написать на форуме то, что я буду предлагать, и, конечно же, написать свои идеи и поправки к тому, что вы сегодня услышите. Потому что я безумно горю желанием, чтобы это обновление вышло на Аризоне, и, возможно, даже я попробую встать на лидерку и покажу, как надо это всё делать. В общем, ребятки, у меня грандиозное обновление для армии, чтобы на Аризоне армия начала жить, чтобы фармилы пошли в армию и чтобы, в принципе, оживить ещё несколько фракций. Поэтому, родные мои, я очень надеюсь на вашу поддержку, надеюсь, что вы уже пошли на форум писать эту тему, также пытаться достучаться до красной администрации, до разработчиков и так далее. В общем, слушайте, что сегодня я вам буду предлагать. Потому что обновление грандиозное, и реально, я уверен на 90%, что оно оживит фракцию. Но перед тем, как начать слушать это обновление, дорогие друзья, родные, я играю на 17 сервере Аризона РП. Мойник Лил Хеннесси и промокод хэштег фавелка шоу. Вводите мойник при регистрации, на пятом уровне получите 1 миллион. Ну а теперь мне уже не терпится, поэтому погнали слушать, что я предлагаю сделать. Для начала, нахер, убрать всех ботов, которых вы добавили на Аризону. Не нужны боты на территории армии. Нам нужны живые игроки. Вторым пунктом, это создать стандартные армии, к которым мы с вами, самперы, уже привыкли годами, десятилетиями. В общем, еще с древних времен, где есть Лас Вентурас армия и есть Сан Фьерро армия. Именно такие, какие мы их знаем, а не то, что есть сейчас. Ну и к тому же, добавить третью армию, точнее третью позицию для армии, это Лос Санто Спорт. Сами скоро узнаете, зачем он нужен будет. Хотя я знаю, если что, что он имеется на сервере, но я немного хочу, чтобы он по-другому функционировал. Третье, это раз мы с вами вводим Лас Вентурас армию на территории зоны 51, то возникает вопрос, что делать с ТСР. Создайте для ТСР отдельный остров, около Сан Фьерро, и пускай это будет подобие тюрьмы Алькатрас. Ну а дальше уже фантазия будет за разработчиками, что они придумают и как они сделают. Но перенести тюрьму, мне кажется, это довольно-таки правильное решение, сделать ее на острове. Четвертым пунктом, это сделать максимальную зависимость ПДшников и ФБР от поставок оружия из армии. Сделайте так, чтобы склады ФБР и ПД были ограничены, и чтобы постоянно они нуждались в поставках от армии, чтобы армия также не скучала и зарабатывала деньги за дополнительные задания. И поверьте мне, я играл на сам ПРП, и я знаю, что ничего страшного, если у вас в течение часа не будут поставки оружия, если у вас будут пустые склады и так далее. Это даже немного интереснее и немного более вас заставляет быть зависимыми друг от друга. Поэтому в этом я ничего плохого не вижу. Начинаем развивать с вами все, что только возможно из армии. Ну и у нас возникает вопрос. Надо делать поставки оружия из складов армии на территорию ПДшников и ФБР. Ну а откуда армии брать эти самые патроны? Для этого нам с вами нужен порт Лос-Сантоса. В порту Лос-Сантоса будут основные склады, куда поступает при помощи корабля там или еще как-то, в общем, системно, оружие, которое уже развозится. И нужно сделать так, чтобы это оружие поставлялось туда, предположим, раз в 4 часа. И как раз таки вот во время поставок оружия на эти склады можно разрешить нападать на этот порт Лос-Сантоса бандитам, байкерам, мафиозникам. Во время поставок они могут нападать туда и пытаться украсть определенное количество оружия, материалов. Во время поставок оружия мафиозники, байкеры и весь край пытаются ограбить этот самый порт. В то время как уже на хаммерах, на вертолетах туда летит армия Сан-Фьера и армия Лас-Вентуроса, чтобы отбивать этот порт и помогать разгрузке. Если вы начинаете убивать кого-то, вы получаете за это деньги. Если вы помогаете разгружать ящики с корабля, опять же, это плюс деньги. Ну и, конечно же, плюс оружие, плюс поставки, опять же, плюс деньги. В общем, фармилы вы должны быть довольны. За каждое почти действие, которое вы делаете, вы будете получать довольно-таки неплохую сумму денег. Ну и так как у нас будет условное нападение на порт раз в 4 часа, то у вас есть оставшееся время, чтобы как раз-таки заниматься поставками, защитой своих баз и тому подобное. Ну и, конечно, здесь я четко понимаю, под восьмым уже пунктом, что нужно сделать реально достойную награду за убийство бандитов и за то, что вы разгружаете ящики с патронами на склад армии порта. Блин, что сказал? Армия порта. Ну, короче, Лос-Анто-спорт. То есть не нужно делать минимальную награду, когда мы с вами понимаем, кто должен начать увлекаться армией. Фармилы. Фармилам реально нужны деньги. Поэтому за каждое действие должна быть реально достойная награда. Спросите у игроков, сколько они хотят за это получать. Сделайте среднюю цену и ставьте. Реально будет успех. Ну и также работа пожарного довольно-таки популярная и на ней можно неплохо зарабатывать. Сделайте так, чтобы на этой работе можно было работать только если вы отслужили в армии и получили военный билет, который также имеет свое КД. Ну и как раз-таки, как раз-таки на работе пожарного можно прям реально делать имбовую зарплату, потому что военный билет будет не у каждого. Значит, на эту работу будет мало людей, мало спроса. Но зато она будет очень интересна и очень прибыльна. Ну а чтобы на ней поработать и заработать, добро пожаловать в армию. Десятым пунктом, если что, да, я уже не перечисляю, где какой именно, но ничего, у меня тут список. Десятым пунктом сделайте так, чтобы солдаты с определенного ранга могли создавать в лаборатории свои базы чертежи за определенные ресурсы, которые вы также будете добывать с того же самого корабля, который вам приезжает с Лос-Антоса. Точнее, приходит, приплывает, называйте как хотите. При разгрузке этих ресурсов в Лос-Антоспорт, потом их нужно доставить к себе на базу. И там вы уже начинаете с определенного ранга, раз там в определенное количество времени, собирать чертежи. Для чего они нужны? Скоро узнаете. Чертежи эти нужны для того, чтобы получить секретное оружие, которого нет на Аризоне. В принципе, это, например, вот какая-нибудь РПГ. Ну или что-нибудь подобное можно создать. Там тот же самый миниган. Вот я понимаю, что да-да-да, это не по РП, не совсем логично, но как бы РПГ существует в реальной жизни. И РПГ можно добыть, можно украсть, и из-за него реально можно стрелять. В общем, родные, понимаю, что какая-то путаница, непонятка, поэтому объясняю коротко и понятно, что за чертежи, зачем они нужны, что с ними делать. Раз в 4 часа в порт Лос-Антоса приходит корабль, на котором есть ресурсы для чертежей. Эти ресурсы доставляет армия на свой склад, в свою лабораторию. Туда уже в свою очередь приходит, пускай там 6 плюс ранг, и начинает крафтить эти самые чертежи. Всего нужно, предположим, 100 чертежей. Как только 100 чертежей накапливается на складе, их можно активировать, и в течение недели на складе доступно РПГ. Но опять же в определенном количестве и с определенного ранга. То есть солдаты не могут бесконечно брать РПГ и с ним бегать по серверу. Но в чем заключается сложность? В том, что за этими чертежами могут охотиться и байкеры, и также могут охотиться бандиты, у которых есть тоже своя лаборатория, где они могут это все активировать и также получить РПГ. Но уже там в определенном количестве и на определенный срок. И как раз таки, пока вы занимаетесь крафтом чертежей, бандиты нападают на вашу базу, чтобы их украсть. То есть мы с вами понимаем, что даже 100 чертежей это не так уж и просто, потому что их постоянно будут пытаться украсть. Ну и конечно же нужно сделать так, чтобы ночью их вообще нельзя было трогать, и лаборатория была закрыта. В общем, как по мне, довольно-таки интересная система чертежей, которая позволит и байкерам, и мафиозникам, и армейцам жить спокойно на сервере и между собой взаимодействовать. В общем, будет весело, интересно и, как по мне, реально круто. Кроме как РПГ, можно, я напоминаю, сделать там миниган, какие-нибудь С4 и так далее, которые можно вот так вот получить халявно, грубо говоря. Для этого нужно, конечно, сперва это все поставить на склады, не попасться байкерам, бандитам и так далее, чтобы вашу фуру не обокрали. Нужно все это скрафтить, и, короче, это прям реально интересно. Ну и еще одна интересная система. Это Форт Карсон, город, который находится возле Лас Вентурас армии. Этот город нужно сделать военным. Не обязательно, чтобы там жили военные. Просто вот по РП вселенной и системной это военный городок. На этот городок, в свою очередь, могут нападать байкеры и бандиты. Для того, чтобы ограбить дома и бизнесы и все, что там имеется. За что они будут получать деньги, ресурсы, оружие, детали тюнинга и даже объекты для дома. То есть у них будет прям реально жирный улов, если у них это все получится, и они смогут ограбить целый город. В свою очередь, армия Лас Вентураса и, по желанию, армия Санфера могут собраться вместе и начать отбивать этот город. Спрашиваются, а зачем это им нужно и что они за это получат? А они получат на 3 дня бонусы к своей зарплате, которая и так должна быть на минуточку уже высокой. Если вы успешно отбили город, то жители города и так далее, байкеры, ничего не получают, ничего не теряют, а вы получаете утроенную зарплату каждый час. Ну и, конечно же, здесь опять же нужно подумать над тем, чтобы было КД на нападение. Я думаю, что раз в неделю самое то. И если, например, байкеры неудачно напали, то через 2 дня можно повторить попытку. Опять же, вроде и КД неплохое есть, и вроде фарм тоже имеется стабильный, интересный и есть активные действия для фракций. В общем, как по мне, реально интересно получается. У нас с вами живой портал Сантоса появляется. У нас с вами появляется интерактив в виде доставок, поставок, на которые могут нападать. У нас появляется с вами интересная система с чертежами и редким оружием. И у нас с вами появляется военный городок, на который могут нападать. Как по мне, этого всего реально хватит, чтобы активно продвигать фракции. А здесь на минуточку байкеры, мафиозники, бандиты и армейцы. То есть, одним глобальным обновлением мы с вами делаем жизнь на проекте, а не фарм. Как по мне, интересно, прикольно и, как я уже повторяюсь, интерактивно много чего появляется нового, и это реально должно заинтересовать игроков. Если вам, ребята, это все понравилось, то напишите в комментариях, что вы думаете на это все. И также, пожалуйста, как-нибудь, где-нибудь докричитесь до разработчиков, на форуме, на личку, не знаю, куда-нибудь, что-нибудь сделайте. В общем, чтобы что-то с армиями изменили и сделали лучше. Ну а с вами был я, Фавелка Шоу. Всем удачи и до скорой встречи.